Британский фунт почувствовал почву под ногами и растет третий день подряд. У Бориса Джонсона все меньше шансов вывести страну в конце октября из Евросоюза без сделки. Единая валюта также уверенно движется вперед. Стратегия британского премьера терпит крах. Парламентарии не только заблокировали жесткий Brexit, но и отклонили просьбу Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов. Страхи относительно дальнейшего усиления политической нестабильности улеглись, и трейдеры продолжили активно покупать английскую валюту. Сегодня фунт подорожал на 0,3% после роста на 1,4% в среду. Котировки пары фунт-доллар в европейскую сессию достигли пиковой отметки 1,2338. Джонсон проиграл две битвы, потерял контроль над парламентом, но не сдался. Сегодня премьер намерен выступить перед народом Великобритании, чтобы выяснить, чего хочет общественность. Несмотря на явный оптимизм, рынки сохраняют осторожность в отношении перспектив фунта. Палата лордов обсудит законопроект о продлении крайнего срока в октябре и озвучит решение к пятнице. Трейдеры готовятся к непредсказуемым колебаниям цен и к повышенной волатильности. Трейдеры также остались довольны позитивными событиями с торгового фронта. Перетягивание каната в очередной раз привело США и Китай за стол переговоров. Встреча на высшем уровне состоится в октябре в Вашингтоне. Спрос на безопасные гавани резко снизился. Йены, швейцарский франк и золото отступили от высоких отметок. Котировки драгоценного металла снизились до отметки 1549 долларов за унцию. Европейская валюта продолжает умеренную восходящую динамику. В четверг основная пара поднялась к отметке 1.1056. Ее рост был ограничен очередной порцией негатива из Германии. Объем производственных заказов снизился в июле сильнее прогнозов в связи со слабым внешним спросом. Это позволяет предположить, что в третьем квартале крупнейшая экономика еврозоны может впасть в рецессию. Трейдеры начали готовиться к пятничному выступлению Джерома Пауэлла и публикации отчета по несельскохозяйственной занятости. Речь главы ФРС и других чиновников будет тщательно изучаться на предмет потенциального смягчения политики в США.